Ребят, помните Романа, были у него в гостях, до этого было у нас видео у меня на канале, но из-за отвратительного качества видео пришлось удалить. Но так как хозяйство многим зрителям понравилось, и до сих пор еще некоторые звонили мне, личку писали, как бы интересовались, как у Романа есть, как и продвижение в крыльководстве. Поэтому, ребят, все-таки решил сделать видео для вас поинтереснее, уже у Романа более развилось крыльководство по помещениям, по кроликам, поэтому интересно все-таки, я думаю, не только мне и вам. Ну, так что давайте пообщаемся с Романом, что он нам расскажет. Ром, ну, самое первое, расскажи по помещениям. У тебя было вначале, как мы помним, там два помещения было, коридорчик, маточное, и все. Сейчас у тебя уже сколько, вот что есть, расскажи. Сейчас три. Во-первых, передел откормочное, так называемое, вот при входе самое первое. И достроил помещение там королы, мамки с детками и тоже откорм. Ну, это тебе в первом помещении, там одни самцы, получается, да? В первом, да, там самцы и плюс те откорм и мамки с детками. Там внизу клетки, два яруса, которые верхний ярус используют для мамок, чтобы они отдыхали от деток. Ну, когда мамок отсадил, а деток потом напротив ведут в откормочные клетки. И самцы, соответственно, там одни. Потому что маточное через стенку, чтобы мамка при окроле, запах самца не был. Получается, где самцы больше, одно помещение у тебя идет как откорм. Откорм, да, и одно чисто для мамок, да. Хотя в первом помещении, вот если кто помнит еще в первом видео, у меня содержались откорм и самцы. Ну, места не хватает, как всегда у нас. И вот пришлось строить еще одно помещение. Ну, оно как раз, то было буквой Г. Сейчас оно полностью обменено квадратом. Что по породам у тебя, что по породам осталось? Было три, да? У тебя новозеландская, белая, калифорнийские и паноны. И паноны были. И были еще бараны до этого французские. Ушел я полностью. Сейчас одни паноны. Остался один калифорнийец, кролл. Ну, в Калифорнии, ну, что-то не пошло. Вот три года я с ними боролся. Хотел все получить. Сначала красота, потом мясо. Но в итоге вот оставил одна у крыла себе. Хотя долго их собирал. И сколько в Белоруссию мотался и привозил. И с Украины привозили. Я тут не участвовал. По панонам это не я. Он сам как решил, честное слово. Смотрите. Да уже многие начали говорить. Вот что-то ушел туда-сюда. Нет того прироста по интенсивности развития, прироста мяса и выхода тушки, как у панона. Ну, не та Калифорния, которая была раньше. Та именно мясная порода сейчас в основном гонится за этой красотой. Декорация, декорация. Сначала они ищут красоту, потом они говорят, ой, я хочу мясо, а мяса в красоте не будет. Кто бы что ни говорил, я уже через это прошел, три года я с ними боролся, собирал, я подбирал самок, подбирал кролов, ставил между собой, чтобы закрепить те характеристики, которые у них должны быть. Ну, нету этого, не то. Или все нормально, но в Акроле четыре кральчонка. Ну, а скажи, вот у тебя поначалу, мы с тобой разговаривали, у тебя поначалу было мнение, там и на племя много у тебя приезжали. На племя в основном, да, в основном красота. Сначала все люди, ой, какие красивые, милашки, все, потом они взяли, потом звонят, ой, а можно панно накупить? Я говорю, вы же брали там Калифорнию, Новозеландию. Нет, вот мы мясо хотим. То есть, люди мясо не могут нормально себе с этих породов. Ну, а сам сейчас, что больше, направление для себя решил? Сейчас больше все-таки на мясо, потому что как-никак, кролик, какой бы он ни был, кроме декоративного, конечно, все люди хотят мясо, все. Как бы кто что ни говорил, если хотят красоту, можно купить декоративного и играться с ним дома, там, с детками, там, ради бога. Ну, так в основном все люди берут на мясо. С кем не разговариваешь, зачем ты берешь на племя? Мясо, чтобы семья кушала экологически чистое мясо, не то, которое напичкано антибиотиками, а свое. То есть, и люди уже больше склоняются к здоровому, да. Потому что 5 лет назад, 4 года назад было тяжело. Да, эти свинокомплексы и все, т.д. и т.п., там совсем уже совсем другие объемы и совсем другое мясо. И люди еще больше идут к здоровой пище. Сейчас, посмотри, сейчас многие баранов берут, уток. Именно с деревни, не в магазине где-то, а именно с деревни берут. Потому что они знают, что там выращены на более качественных кормах и получили они то, что хотели. Так же и кролик. И все в основном берут дети. Потому что дети аллергики. Ну, а у самого так, сбыт, что тут? Ты вот в Курске живешь в самом городе. У меня городишко маленький. Ну, у нас не намного больше. Так, больше просто по территории. В основном берут чисто для себя. Знакомые, друзья. Кто-то знакомый знакомым. Сказал сейчас много. Работает сарафанное радио очень хорошо. Лучше всякой рекламы. Если человек взял хорошее мясо, и он знает, что оно не старое, потому что тушка, она где-то примерно полтора, ну, кило семьсот. И то это, если он засиделся. А так, в основном, полтора килограмма. И когда человек съел мясо нежное, это уже одно понятие. Или когда он взял на рынке, а кролику год, и как недавно приезжали и спрашивали, а его вымачивать надо. Я говорю, а зачем? Ну, вот, а мы брали на рынке, вымачивали, и часов пять тушили. Я говорю, ну, это зря, говорю, вы не сутки его тушили. Года три кролика. Да, 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 он чуть ли не завтра сам должен был умереть, а его продали. Так что, или в основном свои. Потому что куда-то дальше развиваться можно, но нету сбыта, у нас нет такого. Чтобы залезть в какие-то сети, это нужно документы, это нужно справки, это нужно или в лучшем случае ИП, ИТД, ИТДП. А так, простому ЛПХ-шнику куда-то что-то залезть, я не знаю, это, по-моему, нереально. Я вот так смотрел, смотрел, почему у нас в гипермаркетах, я, короче, это не видел. Ну, она если есть, как сколько по Москве сталкивается, Китай, Венгрия, Франция. Да, и цена, которая, и тушки там у них, вот у нас полтора кило семьсот, а у них кило сто. Да, кило сто. Это вот у них нормальный, потому что у них забой идёт где-то в 63 или 67 дней, вот не помню, я смотрел их на видюшки. У нас кролик до 90 дней. Ну, а так в основном забой со скольки начинаешь? Вот сейчас, после летнего нашего эксперимента. Да, после того эксперимента он ещё до сих пор... Я тоже до сих пор еще восстановиться не могу, полностью не могу маточной работы, то, какое у меня было, как работал, поэтому... Потому что то, что оставлял я, хотя бы принцип какой, лишь бы было мясо к новому году. Ну, вот это, и когда ты сам выбираешься на племя, оставляешь по всем твоим характеристикам, что тебе нравится, что у тебя должно быть, или ты оставил всех подряд, а из всех подряд это получается в итоге ничего. Ну, да. То прохолостые, то обортнули, то ещё что-нибудь, то не кормят, так ни о чём. Приходится отбирать, я считаю, вторую сторону. Да, да, да. Это растянется, я же многим и говорю, это растягивается потом не месяц, не два, а чтобы восстановить своё маточное стадо, это как минимум год получается. Это кажется, что мы вот так же с ним, с Романом хотели, сейчас в сентябре оставим, мясо получим много, мы с ним созванивались, он говорит, буду оставлять всё подряд, я тоже решил. Ну, и как я вам уже говорил, сейчас до Нового года вот эти самочки, большая часть, наверное, 80% всё ушло в мясо, они мне не нравятся по каким-то критериям. Поэтому говорю всегда, работайте со своим поголовьем. Если будете работать, тогда будете что-то видеть. Если просто, то ничего не получится. Ну, так оно и получилось. Так и получилось, да, у нас с тобой. По клеткам, что, вот какие выводы, я смотрю, клетки у тебя в некоторых помещениях также по этому шаблону, а маточные что-то произошли изменения. Ну, произошли они, конечно, в лучшую сторону, раньше были, кто помнит, просто сетчатые клетки, внутрь вставлялся деревянный ящик из фанеры, это вот получается. Ну, это как у меня сейчас одна сторона осталась, они так не избавились. То есть, по такому принципу, ну, это так геморрно, это просто. Во-первых, было ещё сено, это раз. Во-вторых, ящики деревянные, они как-никак, они сами тяжёлые. Во-вторых, ты не контролируешь сам окром. То есть, как мамка окролила, нарвал она на то пух. Сколько она окролила, то есть, каждый раз ящик вытаскивать, туда-сюда его дёргать, это никакого. И детки располагались в задней, то есть, в тыльной стороне. То есть, неудобно. Ты с виду вроде посмотрел, ага, вроде окролилась. Как она там окролилась? Чтобы посмотреть сам ящик, надо вытащить мамку, куда-то её убрать. Потом достать этот ящик, посмотреть. Если что, там мёртворождённые, переложить. Вот ещё к задней стенке были. Да-да-да. То есть, надо ящик вытащить, посмотреть. Опять же, мамка там кровь, опасает. Опаслет, да. Она всё это в дерево впитывает и получает сырость. Что бы там ни подстилал, настелишь ты сено, соломы, гнездо сделаешь, мамка зашла, покормила раз, всё. Они опять лежат на доске. То есть, они, особенно в зимнее время, они подстывают. Да, нояблетние тоже самое. Потому что, как-никак, дерево, оно имеет свойство держать и тепло, и холод. И они просто тупо подстывают. По кормлению сейчас, что у тебя? Разовое кормление, вот ты работаешь, у тебя есть своя работа. Потому что все интересуются, все спрашивают, как, у меня же времени не хватит, я еду на работу, вот ты работаешь. Да, я вот работаю. Утром я встал на буквально 10-15 минут раньше обычно. Ну, вот каждый день я уже привык так вставать. Я пришёл, включил им свет как раз, где-то это без 10-7, вот так вот. И где-то 10, ну максимум 15 минут мне хватает покормить деток. Я зашёл, открыл задвижки. Мамки, они уже знают свой распорядок дня. Они сами зашли, не надо их туда загонять палкой, за шкирку их туда сажать. Это единичные случаи, только когда первокролки, они ещё этого не знают. А так, дверки открыл, мамки зашли, покормили. Посмотрел, ага, всё нормально, все вышли, все накормили. Дверки закрыл. В лучшем случае ещё пух поправил. Хотя они хоть сами зарываются. Самый главный вопрос, который интересует всех зрителей, который у меня интересуется, много советчиков. Вот скажи своё мнение. Как ты, вот окролилась самка? Через неделю, через месяц ты к ним полезешь или как? Вот что ты? Ну, я в основном, вот она окролилась, например, ночью сегодня. А утром я пришёл кормить. Я уже увидел, что всё, она окролилась. Я закрыл дверку, покормил их, потом дверку закрыл, достаю маточную, начинаю их перекладывать. Потому, что то, говорю, сырость, всё равно пластик, он как ни крути, он всё равно холод. Солома, на солому пух, их в пух, и гнездо посредине. И руками трогаешь смело. Смело, потому что если ты туда не залезешь, будет мёртвый лежать, он через 2-3 дня начнёт вонять. И этот запах будет мамку саму отбивать. Она не будет в гнездо заходить, потому что там воняет. Она подумает, скажет, ага, они всё дохлые. Просто инстинкты ей не позволят узнать. Эти клетки, промышленный образец, ну, гораздо лучше, гораздо удобнее. И в обслуживании, и чисто почистить, маточник посмотреть, за мальками ты визуально смотришь, как они развиваются. Ну, гораздо лучше, чем были деревянные ящики. Плюс обрабатывать. Вытащить деревянный ящик, его обожги. Это столько геморроя. Это, опять же, куда-то надо целое помещение, чтобы все эти ящики посоставить. И выскрести их надо оттуда. И обжигать. А на то начинают писать, всё в эту фанеру впитывает, от них фонь стоит неимоверно. А высушить, особенно зимой, это такая проблема. Горелкой я сушил, опять же, горелкой сушишь, сушишь, да, и они в итоге раз, они почердели. Потому, что они чуть ли не сгорают. Так что, если что, к Саньке обращайтесь за клетками. Сделаем, ребята. Перегородки, у него там есть чудный токарь, который делал ему кругляшки. Это всё делаем. Так, ладно, давай, отвлеклись с моим клетком. Ну, клетки в конце. Почему бы и нет, ребята? Такая ненавязчивая реклама. Так, по кормлению. По кормлению, что у тебя сейчас там? Сена, я вижу, полностью у тебя нету. Сейчас кормление, вот расскажи о кормлении. Саш, ну, после того, как мы попали с кормом, сейчас берём вот полнорационный комбикорм, и все на нём сидят, все 100%. Мамки, откорм, кролы. Только единственный нюанс. Мамкам волю, откорму волю. Потому, что бункерные кормушки, они где-то хватают в откорме на 2 дня. Если клетка загружена, я имею в виду 6 кроликов. Где 4, там 2,5 дня. Ну, когда как. Крылам дозировано. Чтобы не было, чтобы они отъедятся, как свиньи, и будут просто лежать, работать не будут. По поению у тебя так же системы всё остались? Смотрю, добавил, да? Да, всё. Добавил только на верхние ряды, вот новые клетки, где вот в первом помещении, где кролы, где вот манки сидят, туда добавил. И добавил, поменял непиля в откорме. Потому, что непиля стояли вот эти снержавейки, да, они дорогие, но со временем налёт на них такой наседает, что их невозможно очистить. Но они текут или что? Они западают. Чтобы самотёк был. И, во-вторых, помыть её. Её не обслуживаю. Вот да, как-никак у нас сейчас две недели, если она простоит, она начнёт или затухать, или ржавчина попадёт, или ещё что-нибудь. Ну, я вот сейчас на этом корме вообще перестал давать, вообще всё в систему, потому что замучился с этими забиваниями. Это тот, кто интересуется, вот кого интересует. Не стал я тоже ничего. В систему добавлять, это постоянно. Все кислоты, все витамины, это всё забивает систему. У тебя как вот? Ты сейчас добавляешь что-нибудь? Вообще ничего не добавляю. В систему, да? Только вода. Потому, что раньше тоже самое. Молочная кислота, витамины пропали. Это надо было 3-4 дня молочкой, потом витамины, потом надо ещё добавить кокцидиостатик туда. И в итоге это получается. Каждый день ты приходишь и наливаешь в эти бочки. Сливаешь, наливаешь. Сливаешь, наливаешь, да. Сейчас в корме всё есть. Там есть кокцидиостатик, там есть витамины. Ну, смысл, что их ещё пичкать? Ну, да, да, да. И получим тот же комплекс, если ещё сами будем добавлять. То же самое. Если ты ещё какие-то лекарства твоё ещё пональёшь, как некоторые. Я говорю, вот я там от этого пропоил, не помогло. От этого пропоил, опять не помогло. Да это же опять же те же... Проколол и забил. Да, да. И в итоге то, что она получила. Всё в корме есть. Так, по помещениям. Вот у тебя помещение сейчас, 3 помещения, где животные сидят. По обогреву. Что там сейчас? Вот в зимний период. Саш, ну вот в зимний период ты вот сейчас смотрел. У короллов 9 градусов, у маточникам... Ну, 9-10. Это 10-11 у них, в откорме где-то 10. Это шикарная температура. Тем более зима сейчас не особо... Ну, здесь вообще ничем не погревает. Абсолютно. Будут сильные морозы, стоит канальник. Канальник, да? Это опять же, если будут сильные морозы. А сейчас просто вытяжка работает, вот как у меня, просто вытяжка, и всё? Вытяжка работает круглосуточной. И вытяжка вот эта новая, что ты помогал приобретать. Та старая вытяжка, я её чистил, ну, раз в 2 недели, это 100%. И она не справляется, да? Они забиваются все дырки пухом в этих пластиковых трубах, и всё. И заходишь, запах, стоит запах. Ну, нет свежего воздуха, а всё не вытягивает. И стоит просто запах. И опять же, на каждое помещение, вот у меня стоит 2, 4, 5 вентиляторов. Это надо под каждый вентилятор сделать, проложить трубу. Трубу это чем-то закрыть, чтобы на неё всяко не лилось ни какашки, ничего. Ты расскажи о системе вентиляции. У тебя сейчас я на видео пророжу всем, да? У тебя вентилятор стоит в одном помещении. Ну, так, если подумать, у тебя несколько рукавового помещения. Вот как ты избавился? У тебя приточка должна быть с несколькими помещениями. Приточка, вот если ты обратил внимание, у маточника у меня люк на второй этаж. Вот с этого люка, с щели, оттуда поступает... У тебя там окошко открыто, да? Там окошко закрыто, там у меня сделаны отверстия в стенах. То есть, как вытяжка, естественно. Да, ну понятно, понятно. И через них поступает воздух. Через маточное через верх проходит, а у самцов, где стоит у меня летом, стоит система охлаждения, панель охлаждения. А вот сверху сделанную я щель оставил специально, и он воздух вот так вниз зашёл, через верх прошёл и пошёл в помещение. Через все помещения прошло и вытянул вентилятор. То же самое. Одного вентилятора вполне хватает. Абсолютно, он на 6 тысяч кубов, так что я думаю, выше крыши. Вполне, да. Вот по поводу охлаждения. Вот у тебя на видео видно и до этого у тебя, когда я снимал, и сейчас, ты не снял ещё кондиционер, летом работал с ним? Нет, летом я с ним не работал, потому что мне то лето показало, когда я его включал, да, он охлаждал, охлаждал два помещения, это откорм первый и маточный. А где самцы сидят, он туда не доставал, да. И по эксплуатации? Эксплуатация? Нет, он не забивался, он нормально, он охлаждал до определённой температуры, ну как определённая, если на улице грубо 30 градусов до 25 он охлаждал, 24 максимум, но стоял запах неимоверный. А, вентиляция-то не работает? Вентиляция, нет, вентиляция работает, она работала, она вытягивает лето, она вытягивает еле-еле. А он подаёт воздух холодный, да, он подаёт его, ну, говорю, вонь стояла неимоверная. Да, он вроде охлаждает, но опять же, ты охлаждаешь и делаешь одно хорошо, а вытяжка не работает, совсем другое, то есть запах стоял. И кролу он не продавливал. Если жрать чуть больше 30-ки, всё, он не справлялся. Хотя он там и рассчитан на 60 квадратов, ну, он не справлялся. С охлаждением гораздо. Вот расскажи, мне не верят до сих пор некоторые, вот кто приезжал, у меня был, некоторые говорят, это всё враньё, не может вода охладить, это же не какой-нибудь препарат. Саш, у меня люди приезжали за кроликами, они говорят, а можно мы у вас постоим здесь в крольчатнике? Хорошо стоять, ой, тут так прохладно, хорошо. Да, да, простая вода, простой воздух, всё. Это физика, тёплый воздух проходит через холодный. А по панелям у тебя получается, ты распределил маленькие две панели. В маточнике у меня стоит вот люк на втором этаже, у меня там большое окно, я туда панель поставил. Я открываю люк и через люк, то есть, чтобы не сразу на мамок шёл холодный воздух, а он заходил в помещение и через помещение уже выкидывался. А у самцов сразу? У самцов стоит сразу, но опять же, я поставил оцинковку и воздух через панель, наверх тоже подувался, и идёт через всё помещение. То есть, он полностью захватывает все углы, не так, тут прошёл, тут жарко, тут холодно, знаешь, как напрямую. Ну, охлаждение, да, такая же, для лета, по что-нибудь увидел, ну, хотя этим летом мы мало чего увидели. Да не, увидели как, ну, опять же, она работала у меня, вот как весной я поставил, как ты мне её сделал, весной её поставил, и ей только, наверное, да в октябре, наверное, в конце её только отключил, потому что, так в октябре ещё тепло было. Она на улице 20, в помещении всё равно где-то, огрался 25 было. И она всё время, когда вот весной, осенью, включал грубо, на день включишь с перерывами, ночь, и так прохладно, ночью выключать. Но летом работала она круглосуточно. По самкам ещё вопрос, только недавно вот снимал видео, выкладывал, по окролу, там, у кого 5 пишут, у кого 4, у тебя что, сколько ты оставляешь, вообще под мамкой стараешься, сколько что было? Ну, стараюсь в среднем, где-то 10, вот так вот, 9-10, ну, опять же, там есть у меня Калифорния, Калифорния ещё осталась. У тех 8-9, это максимум, это предел для них, потому что я как-то году два назад в Калифорнии, думаю, что она по 4 кролит. Посмотрел, у неё всего 4 ССК. Я говорю, а что я хочу от неё дождаться? Ну, это вот ещё первый был опыт такой. Сейчас в основном по 10, но есть плохо, когда 16, 15, 13. Куковать. Куковать, это одно, а когда куковать, они все окралились минимум по 11, это минимум, а 16 максимум, и куда их девать? Ну да, это проблема, ведь многие жалеют. И мне пришлось 2-3 дня ждать, пока будут следующие окролы, и вот одна у меня девка, она первокролка, она раскидала их, ну так, раскидала, то есть плохо накролилась, я у неё мёртворождённых убрал, и ей накуковал, как раз 10 штук, и всех она выкормила. Скажи, сколько ты, вот, многие говорят, что там, а подсамка оставляет, у тебя вот средняя, это 10, да, там, оставляют некоторые там 12-14, вот твоё мнение. Саш, чем больше она выкормит, да, но не будет дробь 16, от них толку не будет никакого. Моё же мнение, а она выкормит и 15, и 16, как многие говорят, там, нельзя выбрасывать, да, ребята, она выкормит, ну вы что хотите получить, кролика годовалого, пока он вырастет, вот, ну, моё мнение. Люди ещё разные, некоторые вообще оставляют по 4, по 5. Это племенники. Да, спрашивают, зачем, а чтоб они были крупные и красивые. Так, с этим по помещению мы разобрались, по охлаждению, по всему разобрались, ну, тут у Романа ещё есть одно самое интересное, теперь у него помещение корма-церк. Тут мы о нём поговорить не сможем, поэтому мы сейчас выдвигаемся уже в помещение, и там он уже расскажет, что у него, сколько этому стоило денег. Стоило оно это немало, сейчас мы всё это узнаем. Рома, рассказывай о этом помещении, что это за помещение у тебя? Это корма-церк, который построил в этом году. Это, до этого был у нас один производитель комбикормов, после которых употребление кроликами больше полстада чуть не подохло от этих кормов. После этого решил себе приобрести гранулятор. Но оказывается, это не всё так просто, как на словах. Сначала я его заказал, потом возникли проблемы 380, это тоже очень затратное дело, это больше сороковки я отдал. Это только подвезти к дому, не с учётом того, что я прокинул сюда, всё завёл. Автоматы, кабеля, всё на свете. Плюс сам гранулятор. Это ещё спасибо Алексею, который помог с его приобретением, посоветовал. Если кому надо, обращайтесь к Лёшке. Лёха, привет! Что, потом приобрёл зернодробилку, тоже через канал Агропрогресс, там Владимир делает, вот через него. Ну, по ценам там, ребят, сами найдёте, пообщаетесь. И в осень я его построил, ну, где-то, если кому интересно, где-то рублей 200 я на это потратил. Это вот, размеры тут где-то 4 на 5, и высота где-то, ну, 2,20-2,50, вот так, по-моему, он идёт. Это для тех, кто интересуется, что очень быстро взял гранулятор. Да, это не так быстро, как хотел, я тоже думал, что это очень быстро. Сейчас куплю, сейчас начну гранулировать свой корм. Ну, чтобы всё это делать, надо сначала найти нормальные ингредиенты. А если этого нету, лучше даже не пытайтесь. Проще брать готовый и не заморачиваться, и ни себе голову не будрить, ни людям. Потому что ингредиенты – это самое основное. Те же зерновые, те же широта, жмыхи, разное содержание протеина, клетчатки, всё это разное. Каждый раз это делать анализ, это очень затратно. По самому грануку расскажи, что там, какие объёмы, чего там. А что, ну, гранулятор я только притираю. Я ещё даже притирку не закончил. Ну, по объёмам, как заявлял производитель, где-то 200 кг в час. Ну, от 150 до 200, с учётом, как будешь эксплуатировать. Ну, там ещё зависит от псяной гранула. Ну, гранула будет полный рационный комбикорм с люцерной. Люцерна вон в мешках лежит, уже гранулированная. Там матрица ставить на 3,5, диаметр гранулы. Двигатель 7,5 кВт, матрица на 200. Редуктор там, по-моему, не то вазовский, не то москвичевский. А движок какой ты на него поставил? 7,5 кВт. Потому что, ну, это оптимально. Цена, качество и производительность. Меньше смысла ставить нет, потому что двигатель будет греться. А больше тоже. Проводка, так как мне выделили, всего 15 кВт максимально на дом. То есть, если поставить туда 11 кВт, то на дом ничего не останется. Ну, пока еще толком его не запустил. Еще сказать ничего не могу, только притирается. И притирка это долгая штука. Я тоже думал, сейчас я за один день все уже сделаю. Оказывается, не тут-то было. Так что, как так. Ну, это чисто корм будет для самок. То есть, попробовать обкатать рецепты. А от корма пока покупаем. Потому что те объемы, которые они сейчас, это где-то полторы тонны 700 в месяц. Сделать самому, причем при этом работая, это нереально. Это вы считаете, если даже гранулятор будет выдавать 150-200 кг в час. Это надо минимум 2-3 часа, чтобы гранулировать. Так плюс еще 2-3 часа надо, чтобы подготовить смесь. Все это помолоть, смешать, а потом загранулировать. Вот считайте, это надо минимум день, чтобы сделать килограмм 300-400 для самок. И для самок, опять же, как они будут потреблять. Потому что и маленькие будут немножко подъедать. То есть, ну, объемы еще не знаю. Когда сделаю, тогда я все скажу, все покажу. Рецепт для самок. Это Алексей помогал. Все вопросы к нему. Потому что у него специальная программа. Он разрабатывал этот корм. Конечно, не за бесплатно. Так что, парни, не обижайтесь. Рецепт, если хотите, обращайтесь к нему. Он вам всем подскажет, поможет. Как-то так. Друзья, друзья, главное не работа, главное отдых. Отдых прежде всего. Когда будет отдых, тогда будет все хорошо. Ребята, с легким паром, Новым годом. С Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин